привет мои любимые дорогие сегодня мы продолжаем тему покупки квартиры в анталии и мы закончили на том как идут планировки в квартирах в которых нет разрешения на строительство еще один такой прикол был окна я прихожу а окна вы знаете идут в квартиру к соседям то есть вот заканчивается пол под ваш пол и окно пошло вниз и вот где-то вот здесь закончилась да вот начинается соседская квартира то есть маленький ребенок может просто пролететь туда я говорю как это вы вообще себе представляете жить с такими окнами ой вы знаете вот ну не подошли ну это это ничего или на кухне столб стоит посредине даже не кухни а вот где нарезается да вот эта поверхность то есть вы нарезаете обходите стол и уже жарите то есть вот такие приколы поэтому я говорю что лучше не по фотографиям не по интернету а приехать и посмотреть окно может не открываться вот был умывальник и вы знаете окно уже не открывается ну так получилось понимаете если наверное я как думаю по логике должно было вот так открываться окно тогда умывальник не мешает но они решили что дешевле сделать вот такие окна но то что она не открывается это уже у них не важно дальше этаж то есть естественно что на первом и на последнем этаже будут дешевле квартиры почему потому что ну на первом этаже вы должны будут будете ставить ограду да это не всем людям нравится то есть даже это будет назоваться не первый этаж а гириш и по нашему 2 это у них первый этаж и вот на их первом нашим втором тоже ставят решетки не всем людям нравится такое поэтому принципе эти квартиры немножко дешевле плюс еще один минус первого этажа в том что зимой очень тянет холод материалы для застройки не такие как у нас и очень холодно поэтому вы много потратите денег на обогрев вашей квартиры и даже ее невозможно обогреть минус последнего этажа летом очень жарко никакой кондиционер вас не спасет вы будете как на сковородке ну то есть понятно что спасет но вы потратите намного больше денег чем на третьем четвертом этаже вот и еще одно за агентство то есть которые вам продают есть такие агентства которые вас забирают самолета заселяют в отель и если вы покупаете у них квартиру то вам отель бесплатно то есть то что вас возили всюду то что вам предоставляли отель это все не считывается но вы же понимаете сами что бесплатный сыр только в мышеловке если вы не купите у них тогда они деньги берут за отель естественно ну например по своему примеру я приехала мне одна фирма прям забрала с манагата машины приехали показали все рассказали и показали квартиры на первом этаже кони алты ну то есть вы понимаете что на кони алты один плюс один стоит столько как в центре два плюс один и не на первом этаже а на третьем четвертом то есть смысл первый этаж холодный плюс один плюс один один плюс один они настолько маленькие это просто нереально я не знаю как там вообще помещается кто-то сразу скажу один плюс один это значит зал и спальня это у них вот так считается то есть зал это плюс один может быть зал и кухня вместе это будет называться у них american мудфак да вот так почему-то не называют то есть кухня они не считывают она отдельно или она вместе с залом они ее вообще не берут в счет они вам говорят если зал и спальня это один плюс один если зал и две спальни то есть спальня детская это два плюс один ну и так пошло дальше извините я перепрыгнула на цены я начинала рассказывать за то что одна фирма меня забрала на машине и вот они мне показали еще квартиру на козеларык это почти центр но не очень центр вот и сказали цену 150 тысяч лир через неделю и еду с другой фирмой но я другую квартиру смотрела но они мне завозят в тот же дом тот же стояк такая же планировка квартиры только на этаж ниже то есть даже получше то четверто это треть и мне говорят цену сто двадцать пять тысяч то есть вы понимаете разницу двадцать пять тысяч лир это не 1000 это не 5 а 25 то есть вы понимаете сколько накручивает вот такие фирмы которые вас встречают у трапа вам вот это все предоставляет то есть нет если у вас очень много лишних денег пожалуйста то есть нет проблем мне даже подружка у нее знакомые в америке хотели покупать квартиру но сейчас хотят и она не спрашивает юля не ну как бы пенсионеры и вот им сказали такую цену и они не могут себе купить там три плюс один за эту цену они могут купить два плюс один вы знаете она как мне сказала цену я чуть в обморок не упала я говорю извини это это где эта квартира должна находиться говорит понял ты говорю ну нету там таких цен ну невозможно нет конечно возможно то есть агентство решила поднимать и до конца своих дней еще то есть заработать поэтому я бы вам рекомендовала все-таки посмотреть несколько агентств посмотреть сайт пожить здесь месяц привыкнуть поможет вам вообще в этой стране не понравится вот нет во мне пока я думаю понравится здесь море и люди очень добрые очень открытые мне лично нравится насчет цен сейчас могла ситуация поменяться почему потому что на коне алты перекрыли весь пляж идет большой ремонт закончится он к началу лета или нет никто не знает и вообще как будет после ремонта что делает они расширяют пляж ставят там кафешки будут будет пляж платный или нет никто не знает поэтому все люди которые купили квартиры на коне алты естественно они возмущаются потому что ну они платили до половину стоимости чисто за то что возле моря а сейчас то что они не могут идти на море это одно а то что если пляж будет платный то им придется ехать через весь город на лару но правда есть еще женский пляж принципе там можно покупаться ну вы понимаете все кони алты не может влезть на один пляж поэтому все ждут и поэтому я думаю цены все-таки немножко падают вот в центре цены сейчас поднимаются почему потому что построили шарамполь новый то есть очень красиво вот а тамар канталии вверх и на месте старых домиков сейчас возводят новые дома и в принципе цена у них вы знаете возросла в два раза я была в шоке ну мне говорили вот юля там в центре это у тебя там цыгане я вообще не знала что вы там могут быть цыгане потому что я там никогда не видела это мне так спросили это не знал нет какие соседи хорошие они все турки но они приветливые всегда помогут или даже возле меня есть пекарня если забывать деньги но бывает знаете вот выбегаю на курсы утра день забегаю в эту пекарню и горе я забыла деньги боже ну убери потом принесешь вы знаете иногда три дня не приношу потому что я забываю что я когда я иду за хлебом или за булочками я тогда вспоминаю для молодец вот приношу то есть ну знаете вот как я не скажу как в селе ну наверное вы можете идти ну это обычно мальчиков просят сверху падают деньги и бабушка кричит купите мне хлеба и вот и мальчик какой-то идет покупает хлеб вложите в пакетике она на веревочке себе подымает но это обычно старых таких домах как где нет лифта и вот она бедная на пятом этаже вы понимаете и туда-сюда бегать ну то есть я много видела даже не то что там бабушки вот муж пришел там зацепил сумку жила от жена и все как когда-то в роддомах у нас передавали передачки и такое бывает ну то есть я не знаю люди как бы приветливые ничего опасного нет хотя даже турки говорят юля ты в таком районе живешь тебе не страшно нет вроде все мои я вам про что говорю вы должны приехать и понять нравится вам этот район или нет то есть то например вы нашли квартиру да все квартира идеально походите посмотрите где магазины стоят где детская площадка где может парк рядышком ну потому что понимаете да конечно всегда есть машина но если у вас маленький ребенок с коляской поехать понимаете по шоссе вот это ехать полчаса к парку ну не знаю ли это будет интересно говорю тоже время если летом конечно возле моря почему тогда покупать вообще в ларе или в центре если вам чисто море надо ну правда подождите да потому что наконец если перекроет пляж тогда вам может лучше даже будет покупать на кунду квартиры все меняется очень быстро и мое такое мнение главное чтобы квартира понравилась потому что планировку хорошую найти сейчас очень тяжело по сравнению со старыми застройками где большие комнаты сейчас очень маленькие комнаты начали делать плюс квадратуры если вам говорят да 77 квадратных метров то это в украине это будет где-то 50 квадратных метров почему потому что вот внешние стены это тоже считывается в план ну вот почему то так может у нас уже тоже так считать я просто не знаю плюс балконы есть такие приколы делают просто длинный балкон вот никому не нужный вот такой вот ты понятно за него платишь но ты там даже ничего не можешь поставить то есть еще раз хочу вам сказать смотрите смотрите выбирайте 20 агентств проедете ничего но вы найдете то что вам будет нравиться это самое главное